Лейт-мотив. События недели в подробностях. Сейчас к другой теме, жуткой и трагической, к истории в Сочи. Я коротко напомню, что там произошло. Там жила и живёт семья, придерживающаяся нетрадиционных методов, способов питания. Это блогер-сыроед, так называемый, Максим Лютый. И фамилия такая у него, Лютый. И его жена. Так вот, около месяца назад у них родился малыш, который заболел и который умер на этой неделе. Как установили врачи, причиной смерти стало истощение. Ну и то, что очень поздно обратились к врачу, потому что у ребёнка было воспаление лёгких, обратились уже в последний момент, когда спасти его было нельзя. Я посмотрел некоторые интервью этого товарища Лютого, его блоги. И, в общем, он несколько лет занимался успешной пропагандой вот этого своего образа жизни, который, как выясняется, достаточно опасен. И таких блогеров очень много, которые не только там рассказывают нам якобы о здоровом питании, но и о косметике, но и о разных там обучающих программах. Ну чего там только не предлагают, каких услуг там только нет. А вот несут ли блогеры за ту информацию, которая не распространена, хоть какую-то ответственность, если эта информация, например, опасна? У меня возникают вопросы. И я хочу их задать нашему следующему гостю, адвокату, специалисту по гражданскому международному праву, Марии Ярмаш. Мария Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, собственно говоря, когда мы обучаем в университете, в случае чего мы знаем, куда идти. Потому что есть юридическое лицо, есть утверждённые программы и так далее. Когда мы идём в клинику и нам прописывают диету, мы тоже знаем, где искать концы. Потому что клиника официально зарегистрирована, там есть лицензия и так далее. А вот когда какой-то блогер имеет огромное количество подписчиков, возможно, даже не меньше, чем посетители той же самой клиники, и он пропагандирует там что-то, будь то якобы здоровый образ жизни, что-то ещё, какие-то услуги, он несёт какую-то ответственность за свои слова? Конечно, нет. В данном случае, когда человек советует питаться тем или иным образом, показывает на своём примере, рассказывает и снимает видеоролики, и есть последователи, которые хотят так же себя вести, придерживаться такой же диеты, я говорю конкретно об этом блогере. В данном случае он не несёт никакой ответственности, потому что это у нас свобода слова, да, свобода творчества, это его творчество, он как хочет, так и живёт, рассказывает об этом людям, никого не заставляет, никого не принуждает. У нас с другой стороны, Марина, а там есть логика, вот, ну, человек рассказывает о себе. Хочешь, слушай, хочешь, не слушай. Да? Да, совершенно верно. Если есть люди, которые заинтересованы, видят, что вроде парень выглядит неплохо, вроде бы действительно там свежий воздух, овощи, фрукты, это полезно, смотрят там йога, прана, может любой человек попробовать на себе всё, что угодно. Поэтому каждый сам взрослый человек выбирает, хочет пробовать, хочет не пробовать, это свобода воли, да, свобода выбора. Другое дело, если этот человек запрещает своей жене кормить ребёнка, или держит свою жену в проголоде, она вынашивает ребёнка в течение 9 месяцев, поедает только сырые овощи и фрукты, может быть, не в достаточном количестве, из-за этого плод не развивается лежащим образом, и когда этот ребёнок появляется на свет, он просто не жизнеспособный. И если сейчас органы правоохранительные придут к выводу, что намеренно эти люди не кормили ребёнка, они же пойдут под статью. А вот интересно, ответственность как здесь будет разделена между матерью ребёнка и отцом? Вы говорите, что если он не кормил ребёнка, там мать не кормила, но она совершеннолетний человек, если ей что-то не нравится, она могла обратиться в правоохранительные органы и принять самостоятельное решение. Тот же самый блок, только в формате одной кухни, одной семьи. Вы знаете, здесь ситуация следующая. Во-первых, безусловно, сейчас виновата мать, потому что если она видела, что ребёнок... Я сейчас говорю, я не могу утверждать, что она не кормила ребёнка. Сейчас не будем об этом говорить. Но в этом была пневмония, но мать не обратилась к врачам вовремя, не оказала медицинскую помощь ребёнку. Вот тут причинение смерти по неосторожности до двух лет лишения свободы. И вы знаете, это не первый случай, такое тоже бывает. Некоторые родители не обращаются вовремя к врачам, дети из-за этого попадают в такую же ситуацию, что помочь невозможно. И судебный процесс таки есть, это судебная практика, уголовная судебная практика. И какие решения выносится по таким делам? Да, решение свободы. Для обоих родителей? Вы знаете, в этом случае, вот мы берём этого блогера, он же вообще пока отцом не признан. Родился не в семье, родился у одинокой женщины. Доказать его отцовство, это ещё нужно доказать. Он сейчас не является законным представителем ребёнка или его отцом. До, по крайней мере, регистрации в ЗАГСе, да, но сейчас уже об этом говорить поздно, отцовство, может быть, установит экспертизы, и дальше ответственность каждого родителя, пока сейчас виновата только мать, ответственность каждого родителя будет устанавливать следствие. Но как правильно вы заметили, женщине 30 лет, её не удерживали где-то с ребёнком в закрытом помещении, что она не могла выйти. Если она видит, что ребёнка, например, её сожитель не даёт есть, заставляет кормить солнцем, я не знаю, не даёт ей нормально питаться, но могла спокойно позвонить родственникам, позвонить соседям, уйти просто из этого дома и помочь своему ребёнку и себе попросить помощь. Она этого не сделала, это тоже был её осознанный выбор. И обвинять сейчас только этого блогера, что он её удерживал, наверное, будет неправильно, потому что на самом деле он её не закрывал, и она могла выйти в любой момент. Поэтому сейчас, пока я вижу, что ответственно в неоказании ребёнку помощи мать, но при этом тоже хочу ещё напомнить, её обвинили, что она ещё не зарегистрировала ребёнка, ребёнка можно регистрировать в течение месяца по закону. А за это какая ответственность? Штраф. Небольшой штраф такой бывает, что регистрируют позже, но это не в этом суть. Суть в том, что наверняка родился ослабленный ребёнок, даже то, что ребёнок родился дома, это тоже не преступление. Но, с другой стороны, если будет доказано, что они не хотели этого ребёнка, специально не кормили, чтобы от него избавиться, поэтому не регистрировали, никому не показывали, но здесь уже будет тогда 105-е, да? Здесь будет просто уже убийство малолетнего ребёнка, группы лиц по предварительному сговору. Поэтому давайте пусть следователи устанавливают истину, и чтобы восторжествовала, конечно, справедливость и правосудие. Но надо, конечно, стараться, чтобы люди понимали, что нельзя верить всему, что говорят, да? Сказать можно всё, что угодно, не каждому и не всему нужно верить. И проверять осознанно и достаточно критически любые такие советы, особенности касаются них. Ну а как вы думаете, законам надо это регулировать? У нас вы говорите о свободе слова и так далее, но однако у нас есть ряд ограничений по поводу экстремизма, по поводу чего-то ещё. У нас есть много чего, о чём блогерам нельзя говорить по закону, за что они будут нести ответственность. А вот об этом говорить можно, хотя это очень опасно. Может быть, нужны ли дополнительные здесь меры законодательного регулирования, как вы думаете? Вы знаете, нет, я думаю, что не нужны. Экстремизм, призыв к наркотикам, к суициду – это такие моменты, которые уже запрещены, причём на всех уровнях законодательства. И действительно можно получить реальный срок, если любой человек, будь то блогер или вообще какой-то человек, будет это пропагандировать и распространять. Но если здесь говорят про здоровый образ жизни, про какие-то диеты, про какие-то практики, пусть это йога, пусть это пост православный, там тоже есть свои, да, кто-то с этим не согласен. Нельзя всё-таки контролировать государству, все сферы жизни, которые, в принципе, любой здравомыслящий человек может сам понять, может он придерживаться такой диеты или нет. Поэтому всё-таки, наверное, ограничения на показ каких-то видео о том, как питаться, как бегать, как прыгать, каким образом себя вести, ну, наверное, это будет уже перебор. Мы же не хотим жить в такой стране, где будет всё регламентировано. У нас же свободная страна. Понятно, да. Спасибо вам большое. На прямой связи был адвокат, специалист по гражданскому международному праву Мария Михайловна Ярмуш. Ну, что мне остаётся добавить? Я ещё раз напомню ситуацию текущую. Максима Лютова, самого этого папашу-сыроеда, задержали ещё несколько дней назад. Причём задержали его не из-за каких-то действий в отношении ребёнка, а задержали его за воспрепятствование правоохранительным органам. То есть, вероятно, при проверке страны полиции он что-то там сопротивлялся или не пускал их куда-то. В общем, пока его задержание никак совершенно не связано с тем, что умер его сын. А что касается матери Оксаны Мироновой, вот вчера мы все видели кадры, в том числе и в нашем телеграм-канале Вести ФМ+. Её доставили в правоохранительные органы, её задержали. И решается вопрос о её дальнейшей судьбе. Как говорят юристы, этой женщине светит до двух лет лишения свободы. Что касается Максима Лютова, пресса раскопала его историю. В общем, в прошлом он вёл совсем нездоровый образ жизни, мягко говоря. О чём, кстати, в интервью в некоторых своих признавался, что раньше он был другим человеком, но потом что-то на него снизошло. И вот бывший человек, который употреблял разные вещества, вдруг стал тем, кто пропагандирует здоровый образ жизни. Ну, такое, наверное, действительно бывает. И, может быть, люди меняются, хотя очень неохотно и нечасто. Но такое бывает. Но другое дело, если эта диета была вредна, если, не дай бог, у этого товарища будут последователи, которые точно так же будут обращаться со своими детьми, конечно, очень бы не хотелось повторения таких историй. И хочется призывать, конечно, людей включать голову и не слушать всё то, что вам говорят, откуда бы вам это ни говорили.